О профессии из первых знаменитых уст. Телеведущая канала «Россия-1» Мария Ситель пообщалась с сургутскими старшеклассниками. Встреча носила профориентационный характер. Среди слушающих было много желающих поступить в Московский институт телевидения и радиовещания Останкина. Сама Мария руководит мастерской факультета журналистики Митро. Среди ее многочисленных наград, премия ТЭФИ, телеведущая известна тем, что 15 лет ведет программу «Вести» и не планирует менять любимое дело на какое-то другое. Я не планировала никогда быть журналистом. Я не планировала быть на театральных подмостках. Я планировала заниматься наукой. Наукой, дельфинами, даже медициной, можно сказать так. И имея химикобиологическое образование и финансовый кредит, по которому я ни разу, я экономист, ни разу ни одного дня не работала, но теоретические курсы имею, я пришла так или иди в волю судеб, я пришла вот именно на эту стезю. Наверное, это был мой путь. Лицо федерального телеканала в этот раз пришлось самой отвечать на вопросы, а не задавать их. Старшеклассников, решивших связать жизнь с журналистикой, интересовало практически все. О чем разговаривать на собеседовании при поступлении в ВУЗ, какие вопросы в интервью задавать в первую очередь, а также как быть счастливой мамой и успешной телеведущей одновременно. Очередь из желающих задать вопрос выстроилась очень большая. Одну из девушек интересовало, что делать, если в прямом эфире хочется чихнуть или зевнуть. Никогда я не сталкивалась с таким моментом, что мне срочно нужно сейчас зевнуть. Не засыпать в рабочем месте, это точно. Чихнуть может быть да, но как-то так, в общем, когда тебя прикрывает картинка, как ты считаешь за кадром, например, такой жанр, как короткое ВЗ, да, то очень я иногда справляюсь, но как только первая, просто первая доля секунды уже пошла в ВМЗ, я сразу чихаю. Гораздо сложнее, конечно, справляться с эмоциями, потому что новостной жанр, он у нас такой весьма специфический, жесткий, поэтому, ну, бывает иногда, конечно, очень трудно.